всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду а сразу приношу прощение за длительное вступление я обязан это сделать для торопыжек внизу смотрите когда начнется сам рецепт самый популярный на канале ролик это панчетта вареная копченая краткий лингвистический ликбез панчетта с итальянского или панцетта с испанского это не название какого-то рецепта это название части туши именно грудинки и части пошины то есть часть туши не рецепт также как hamon это не рецепт блюдо это не блюдо это часть туши akar переводе с испанского если это сыровяленый который вы все знаете это hamon круто если это вареный как воронежский окор к примеру это hamon кассида если это окорок индейки хамон депала если это куриные окорочка это йоманита ну зачем маленький окорочок Так и панцетто-панчетто тоже бывает какой угодно. Сырой, сыровяленый, сырокопченый, вареный-копченый. Если ее сворачивают рулетом, называют панчетто аротелата. Значит, свернутая с итальянского глагол аротеларе, сворачивать. Для чего вообще ее сворачивают? Да чтобы вялить как можно дольше. Чем оно дольше вялится, мясо, тем оно вкуснее. Но с другой стороны, чем дольше вялится, тем больше теряет влагу. Суши становится, если там жира нет. С хамоном все просто. Там окорок со всех сторон окружен салом. Самые дорогие сорта хамона вялится по 3-4 года. Но окорок на всех не напасешься, да и дороги они. Поэтому берут грудинку, сворачивают ее рулетом и вуаля, можно вялить долго. Тут сделаю маленькое, но очень важное, на мой взгляд, отступление. На мой вкус, действительно долго вялить грудинку, свернутую рулетом, можно только в том случае, если сала на ней мало, а мясных прожилок много. Тогда она вкусна. А если она из почтенного сала состоит, то смысла заморачиваться и ждать полугода-год я не вижу. Ну, сало, конечно, со временем никаких особенно безумных вкусов не наберет. На этом затянувшись и вступление прекращаю и переходим к рецепту. Итак, вот у меня такая маложирная грудинка. Ребер на этой части уже нет. А сейчас и шкуры не будет. Она не нужна. Теперь посол, но сначала переберусь на кухню. Набор пряностей на ваш вкус. У меня гвоздика, кориандр, семена горчицы и перец черный, но не обычный, а кубеба. Я его получил от Паши из магазина «Ям колбаски», за что ему отдельное спасибо. Пряности далеко не всегда чистые. На них могут присутствовать и бактерии, и прочая биологически активная живенность. Поэтому я для дезинфекции их предварительно обжарю. Да, это не самая лучшая идея. Естественно, при нагревании, при обжаривании, пряности начинают пахнуть гораздо сильнее, потому что теряют ароматические вещества от нагрева. Эти вещества испаряются в воздух, то есть сами зернышки эти ароматы теряют. Что делать? Я сознательно иду на эти потери с целью не допустить закисания мяса при посоле. Возвращаемся к нашим баранам, то есть к панчетти. Посол нитритной солью, потому что местных прожилок много. Вялиться будет долго, и надо обезопасить себя от ботулизма. И пряности сюда. Как вы прекрасно помните, большинство ароматических веществ жирорастворимы. Они отлично пропитают сало. Для удобства я планирую брать этот кусок в пакет. И завакуумировать. И может три недели в холодильнике болтаться. Вот чтобы не переживать, что что-то там протечет, или какие-нибудь продукты на эту грузинку попадут. В результате испортится все. Солить лучше в пакете. Хотя это и не обязательно. Встретимся с вами через 21 день. Для вас прошли секунды. У меня просвистело три недели. Пора промывать грудинку. Она как следует просолилась в холодильнике. И так же, как следует, ее нужно сейчас промыть. А теперь сутки просушу в холодильнике. Пойдем. И делать я это буду своей самодельной камере для сыровяла. У меня тут целая куча колбасы верится, и колейка. Так что и для грудинки место найду. И температура, и влажность. Видите, подскочил, как дверь открыл. Ну ничего, сейчас все понизится. Низковато у меня тут. Завтра продолжу процесс. Ночь грудинка провисела у меня в холодильнике. Там вентилятор стоит. И сегодня она полностью готова к последней процедуре. К сворачиванию в рулет. Можно было бы, конечно, еще свежемолотым перцем пересыпать. Но на мой вкус это, пожалуй, лишнее. Насчет завяливания. Чем дольше мясо вялится, а его в этой грудинке много, видите, тем панчетто вкуснее. Но чтобы процесс завяливания шел как можно дольше, а панчетто при этом не пересыхало, в идеальном варианте ее надо запечатать в синюгу. Но у меня ее, к сожалению, нет. Поэтому я велить буду вот в таком виде. В своей самодельной камере для сыровяла. Месяца 2-3, наверное. Встретимся, когда панчетто будет готово. Долгожданный момент. Наконец-таки могу попробовать это чудо. Вы не представляете, каких трудов мне стоило и не разрезать ее раньше. Потому что я каждый день забираю свою камеру для сыровяла, для того, чтобы проветрить. Ну буквально открываю и закрываю дверцу, чтобы воздухообмен устроить. Так можно было дырку сделать в стенке холодильника этого и вентилятор поставить. Но в полуподвале достаточно пыльно. Поэтому приходится открыл, закрыл, проветрил. И вот как только открываешь дверцу, вот этот аромат мощной пряности идет, копченостей удержаться очень тяжело. Но я удержался. Давайте пробовать. Во-первых, что хочу сказать. Это за счет большого количества пряностей совсем не похоже на обычную сырокопченую грудинку, на корейку и прочее. Здесь пряности играют роль большую. И за счет пряности это классно. То есть это не просто грудинка засыровяленная. Она за счет того, что покрыта слоем сала, она вялилась долго. Вкус стал очень насыщенным, очень ярким, очень мощным. И тут еще и пряности. Слушайте, это чудо. Просто чудо. Вот на канале есть вареный-копченый бекон, скрученный в рулет. То есть панцетта или панчетта по-итальянски вареный-копченая. А это панчетта сыровяленая. И это, пожалуй, даже ярче и вкуснее. Да. Слушайте. Это просто. Это классно. Ее теоретически можно, наверное, и коптить даже сутки, двое, трое. Но нет нужды. Она и так хороша. И так отлично. Не могу удержаться, постоянно таскаю кусочки, извините. Так что готовьте. Выбирайте набор пряностей на свой вкус в разных регионах Италии. По-разному набор пряностей делать, но побогаче пряностей. Если вы найдете синюгу большого диаметра, чтобы запхать всю эту штуку, то она еще более классная будет. Потому что еще дольше можно будет вялить, еще больше вкуса наберет. Короче, готовьте. Это будет просто супер. На этом позвольте с вами попрощаться. Я буду дедать за кадром. Напоминаю. Промокод Фреско позволит вам сэкономить на ножах Самура. Классные ножи. Спасибо за компанию. Всем пока.